Еще один анонсированный в прошлом выпуске Международной панорамы «Визит» – это турне министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова по заднему двору Соединенных Штатов, Латинской Америки и Карибскому бассейну. Как некий ответ на турне госсекретаря США Помпео по маршруту Киев-Минск-Нурсултан-Ташкент. Поездка Лаврова также носила во многом символический и зондажный характер. На острове Свободы Лавров заявил о приоритетном партнерстве России и Кубы, собственно говоря, иные месседжи в двухчасовой блиц-визит и не поместились бы. В Мехико Лавров пообещал Мексике поддержку в избрании непостоянным членам Совета Безопасности ООН и подчеркнул совпадение по большинству международных вопросов, что можно трактовать как продолжение сотрудничества в рамках ООН без особых иных обязательств. Помня завет президента Порфирия Диаса «Бедная Мексика так далека от Бога и так близка к Соединенным Штатам», мексиканцы весьма не спеша рассматривают предложения по покупке новой партии российских вертолетов Ми-8 и Ми-17, видимо считая, что приобретение предыдущей полусотни вертолетов двойного назначения уже было актом высокого гражданского мужества. Ну, а главным пунктом поездки для Сергея Лаврова, разумеется, была Венесуэла и поддержка ее президента Николаса Мадуро, буквально синхронно с объявленной Трампом в послании Конгрессу поддержки альтернативного президента Хуана Гуайда. Кроме дипломатических усилий в поддержку Мадуро, Москва рассматривает возможности новых поставок вооружений в Венесуэлу. Не безвозмездно, разумеется. Роснефть имеет немалые привилегии в добыче венесуэльской нефти. К слову сказать, одним из ответов на визит Лаврова стали угрозы американских санкций в отношении Роснефти за сотрудничество с Венесуэлой. Самое интересное, что Газдеп каждый раз, последний раз 17 января сего года, продлевает лицензии американской нефтяной компании Chevron и нефтесервисным компаниям во главе со знаменитой Халибертон для продолжения их совместной работы с венесуэльской государственной нефтяной компанией. А вот частичное вытеснение с американского рынка венесуэльской нефти привело к парадоксальной ситуации. В 2019 году на второе место после Канады по поставкам нефти в США вышла Россия, опередив Мексику и Саудовскую Аравию. Из послесловий к большой дипломатии предыдущей недели можно упомянуть погромы Дунган в Казахстане, начавшиеся сразу же по отбытии на родину из среднеазиатского турне государственного секретаря США Майка Помпео. Как мы помним, во время визитов Помпео в Нур-Султан и Ташкент он активно складял Казахстан и Узбекистан заявить протесты Китаю по поводу якобы притеснений мусульман-тюркского происхождения, уйгуров и казахов в Китае. Госсекретарь даже демонстративно встретился с семьями китайских казахов, находящихся в заключении в Сензян-Уйгурском автономном округе КНР. То, что после отказа Казахстана и Узбекистана конфронтировать с Китаем по поводу уйгурского меньшинства, в Казахстане прошли внезапные погромы Дунган, которые по официально китайской версии являются китайцами-мусульманами и рассматриваются как вполне лояльная этноконфессиональная группа, почему-то не удивляет. Так же, как не удивляет большое количество материалов и комментариев по данной ситуации в радио Азатык, казахском подразделении «Голосы Америки» с характерными заголовками. Власть не знает, как выстраивать отношения с этническими группами. Неработающая модель межэтнического согласия. Юго-Восток – очаг напряженности и тому подобное. Субтитры создавал DimaTorzok